Мы живем в историческое время, на стыке двух финансовых эпох, и мы сможем рассказать своим детям, где мы были и что мы делали, когда американский доллар изменился навсегда. Я думаю, что экономика США замедляется быстрее и в более широком масштабе, чем большинство людей ожидало, включая ФРС США. Рынок осознал, что сегодня это уже не возможность, а высокая вероятность. Мохаммед Эл-Ариан абсолютно прав, и все это контролируется элитами, которые очень хотят, чтобы Камала Харрис была избрана новым президентом. Так что прямо сейчас, пока мы говорим, мы наблюдаем самый значительный сдвиг в гегемонии доллара США за последние 80 лет. И я говорю совсем не про дедоларизацию, как вы могли подумать, нет. Я говорю о плане, который они будут стремиться исполнить уже в течение следующих нескольких месяцев. План включает в себя девальвацию доллара США путем печати денег и сбрасыванию их на рынке. Крахи банков, потери рабочих мест, которые мы уже видим. Стремительная инфляция, которую никакое количество лжи не скроет. А затем внедрение цифровой валюты Центрального банка. И все это будет ускоряться в случае победы Камалы Харрис. Давайте разбираться. Есть несколько важных новостей, на которые я хочу обратить ваше внимание, которые большинство людей игнорируют. Но прежде чем мы перейдем к ним, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы регулярно говорим о самых важных событиях из мира криптовалюты, экономики и финансов. Например, выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Холле. Фактически он сбросил на Америку экономическую бомбу. Пауэлл признал, что рынок труда в серьезной беде. Потребительские расходы упали. И он открыто признал, что, цитата, «наступило время для изменения нашей монетарной политики». Охлаждение на рынке труда очевидно. «Я не ошибаюсь». Как только что сказал американский прогнозист тенденции Джеральд Силенте, мы уже находимся в рецессии. Просто никто не хочет этого признавать. И наступающий крах, по его словам, будет хуже, чем кто-либо хочет признать. Они хотят сохранить власть у тех, кто уже у власти. Все просто. Они управляют ситуацией прямо у вас на глазах. Они собираются снизить процентные ставки и сделать все возможное, чтобы поддержать экономику. Чем ниже ставки, тем сильнее падает доллар. Доллар дорогой только из-за высоких процентных ставок. Так что, чем больше падает доллар, тем выше будут цены на золото. Цены на золото могут достичь 3000 долларов за унцию в этом году. Мы можем спорить о том, рецессия это или депрессия. Но это уже здесь. И все будет намного хуже. Я бы добавил, что чем сильнее падает доллар, тем дороже не только золото, но и биткоин. Посмотри, что было с ценой биткоина, когда индекс доллара сильно падал в 2017 и 2020 годах. Вот здесь. Цена биткоина параболически взлетала. Сейчас индекс доллара на грани нового падения. Но это месячный график, так что не стоит рассчитывать, что это произойдет быстро. Новые данные этой недели, которые предоставляет ФРС США, говорят о том, что бизнесы по всей территории страны сообщают о том, что американцы не могут себе позволить ничего благодаря экономической политике Байдена и Харрис. Цитата. Наши данные подтверждают, что потребительские расходы значительно сокращаются. Мы начнем видеть значительные негативные последствия для нашего бизнеса, если расходы продолжат снижаться такими же темпами до конца года. Другими словами, у людей нет никаких сбережений. Зато есть огромные долги по кредитным картам. Как вы видите на этом графике. Нет свободных денег на походы в кино или непредвиденные покупки или чрезвычайные ситуации вроде аварии. А вместо новой одежды дети одеваются в прошлогоднюю. Не верите мне? Ну тогда поверьте американской сети дисконтных магазинов Dollar General, чьи акции упали на 26%. Почему? Сеть признает, что ее основные клиенты, кровь ее магазинов, чувствуют жестокое финансовое давление. Магазин отчаянно пытается привлечь клиентов, предлагая рекордные скидки на товары. Но даже при такой скидке американцы все равно не покупают, как раньше. Еще одна сеть дисконтной и розничной торговли Big Lots в этом году пережила обвал акций с 8 долларов до 50 центов. А все потому, что у потребителя просто заканчиваются деньги. Теперь ФРС США собирается снизить ставки, вероятно, даже 4 раза в ближайшие недели или месяцы. 4 снижения ставок. Но это слишком мало и слишком поздно, по словам Джереми Сигала. Вот что он сказал. Медовый месяц ФРС закончился. Все, Джером Пауэл и ФРС наслаждались идеей, что мы сможем снизить инфляцию без реальных последствий? Что мы сможем долго ждать? Но я думаю, что они ждали слишком долго. Ну, я думаю, что он ждал слишком долго. 6,6 триллиона долларов. Это рекордное значение. Обычно это значение около 1 триллиона. Потому что до сих пор доллар США был исключительно привлекательной инвестицией по сравнению с другими валютами. С евро и так далее. Но теперь это уже не так. Как только Пауэл начнет снижать процентные ставки, держать деньги в денежных фондах станет невыгодно. И эти деньги покинут денежные рынки. И все эти наличные попадут на американский рынок. Что сделает инфляцию еще хуже. Но, кстати говоря, это хорошо для рисковых активов или для активов вроде золота. Но не волнуйтесь, у Камалы Харрис есть план, чтобы помочь. Хотя она в данный момент несет ответственность за этот кризис, она делает вид, что она не находится у власти. Ее план – напечатать триллионы долларов США, ввести контроль цен, предоставить бесплатное жилье и обложить налогами нереализованные доходы. Когда ее главный экономический советник появился на CNBC на этой неделе, чтобы попытаться объяснить, как будет работать налогообложение денег, которых у вас еще нет, это не закончилось хорошо для него. Налогообложение нереализованных доходов просто не кажется справедливым ни в коем случае. В лучшем случае, если вы обложите налогом нереализованные доходы, вы просто перенесете налоги, которые будут уплачены позже, когда кто-то фактически продает акции. Думаю, эта реакция на нереализованные доходы немного забавна, учитывая, что большинство людей, которые смотрят нас сейчас, уже платят налог на нереализованный доход. Это называется налог на имущество. Когда стоимость вашего дома растет, вы платите более высокие налоги, даже если не продаете дом. Но и это еще не все. Как указывает экономист Питер Шиф, цитата, Рекордный торговый дефицит в июле, не связанный с ковидом, раскрывает истинное состояние экономики США. Это полный кризис. Если бы валютные трейдеры понимали экономику, доллар бы уже рухнул. Это рано или поздно произойдет и уронит уровень жизни. Но я бы еще добавил, что падение доллара США приведет к росту биткоина. Простыми словами, представьте, что у вас есть ларек с лимонадом. Вы также любите покупать закуски в ларке напротив. Если вы тратите 10 долларов на закуски, но они тратят лишь 6 долларов на ваши лимонады, в итоге вы тратите на 4 доллара больше, чем зарабатываете. Это и есть торговый дефицит. Вот о чем говорит Питер Шиф. Это означает, что страна тратит больше денег на товары, произведенные в других странах, чем зарабатывает на продаже американских товаров другим странам. Торговый дефицит – это просто способ указать на то, что на данный момент США покупает намного больше вещей у других стран, чем продает им. И мы находимся всего в 11 днях от первого снижения ставки ФРС США. Как вы видите, 100% вероятность того, что ставка будет снижена либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. Все признаки сейчас указывают на крупное обесценивание доллара США. И я хочу сказать, что в данном контексте я представляю доллар как собирательный образ. Образ всей фиатной бумажной валюты. Лидер этой финансовой системы. И мейнстримные СМИ, конечно, попытаются скрыть это, чтобы помочь Камале Харрис выиграть выборы, кому-то остаться при власти, кому-то набить рейтингов. Они будут говорить вам, уже говорят, что ничего страшного не происходит. Вы не страдаете финансово. Вы не тратите больше денег на вещи или продукты, или бензин, чем тратили два года назад. Ваша жизнь в полном порядке. Они прямо лгут вам. Это идеальное время для того, чтобы продать вам цифровой доллар, цифровой рубль, цифровой евро, любую другую цифровую валюту Центрального банка, которая решит все ваши, ими же созданные, проблемы. И вы еще будете благодарить их за это. И именно поэтому на этом канале мы верим в инвестиции в реальные активы, такие как золото, серебро, биткоин, даже недвижимость, а не этот фальшивый пузырь доллара и других фиатных валют, который уже превысил все мыслимые и немыслимые долговые границы. У нас нет денег. У нас только долг. Деньги – это биткоин, это золото. И я считаю, что сейчас не время бояться, как это делает весь остальной рынок. И я считаю, что когда рынок находится в состоянии экстремального страха, ниже 20 пунктов, для нас наступает идеальная возможность. Просто возьмите все эти точки, когда мы были ниже 20 пунктов, на индексе страха и жадности и наложите их на цену биткоина. Возьмите любую дату, и вы увидите, что это точки максимальной возможности. Причина, по которой мы сейчас находимся в редком моменте истории, который случается нечасто, связана с тем, что произойдет через 11 дней. Федеральная резервная система навряд ли откажется от своих слов. 18 сентября председатель самого важного банковского учреждения мира, как прогнозируется, выйдет к трибуне и объявит, что комитет уверен, что снижение ставки оправдано. Фьючерсные контракты уже показывают 100% вероятность этого. Посмотрите, мне нравятся эти шансы. 100% вероятность снижения ставки. В данный момент фьючерсы показывают, что ставка ФРС США будет 4,5% к концу 2024 года. Я не думаю, что когда-либо было лучшее время для создания позиции в биткоине, чем в сентябре 2024 года. И в этом заключается парадокс. Сезонность говорит, что сентябрь – это худший месяц для цены биткоина. Биткоин в этом месяце в основном всегда падал. Но если посмотреть на это с другой стороны, именно в этот момент – это лучшее время для покупки. Но это лишь мое мнение, а не финансовый совет. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok